В Днепродержинске прямо из роддома украли ребёнка, причём никто из медработников не помешал воровке вынести младенца. Почему? Пыталась выяснить наша съёмочная группа. Наташа! Наташа! В минувшую субботу у Андрея и Натальи Беленко родился третий ребёнок. Спустя несколько часов после родов Дениску украли. В больничную палату зашла женщина в медицинском халате и забрала младенца, якобы на процедуры. Ну, обычный доктор в халате пришёл, взял ребёнка и ушёл. И с тех пор всё, ребёнок пропал. Через пару часов жена кинулась, что надо же кормить ребёнка, это всё. Где ребёнок? Кинулись по всей больнице жена врачи, а ребёнка нет. Воровка выбрала Дениса не случайно, рассудив, мол, роженица из малообеспеченной семьи. Большого шума поднять не сможет. Младенца выкрали вот здесь, на третьем этаже больничного здания. По стороннему человеку попасть туда крайне сложно. Нужно преодолеть, по крайней мере, три закрытые на замок двери. Как злоумышленникам это удалось? И с чьей помощью? Вот главный вопрос. Местные правозащитники уверены, в больнице у воровки были сообщники. Говорят, это не первый случай. Заведущая родильным отделением работала и тогда, в 2009-м. И сейчас в своих комментариях немногословно. Я пока не промокла, но такой не буду. В администрации больницы не считают, что персонал в чём-то виноват. Если у человека есть желание совершить преступление, вы же понимаете, он может попасть в банк с самыми надёжными защитой. Женщину, укравшую младенца, задержали. После того, как она позвонила с требованием выкупа. Мальчику вреда злоумышленница причинить не успела. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы. И будут вопросы заданы к медработникам, как они организовывают пропускной режим само медучреждения. Роженицы в отделении крайне встревожены. Несмотря на скандал, охрану в больнице не усилили. А значит, очутиться на месте семьи Беленко может каждый.